Здравствуйте! Мы продолжаем следить за событиями в Таджикистане. И сегодня мы поговорим по скайпу с независимым исследователем, кандидатом исторических наук Игорем Панкратенко. Здравствуйте, Игорь Николаевич! Вы написали статью, где проводите анализ официально выдвинутой таджикистанскими властями версии о том, почему генерал Назаров поднял мятеж. Не могли бы вы поделиться с нашим зрителем своим взглядом на произошедшее событие? Я прежде всего хотел бы сказать, что версия, которую выдвинуло правительство официально Душанбе по поводу якобы мятежа генерал-майора Назарзада, она вообще не выдерживает критики. Потому что, во-первых, слишком много в ней нестыковок. Слишком уж действия главных героев, скажем так, в этой истории выглядят нелогичными. И вы меня простите, но перевороты так не делаются. Поэтому, скорее всего, это попытка задним числом максимально использовать ситуацию. Те обвинения, которые сейчас выдвигаются против партии исламского возрождения Таджикистана, это понятно, что это натягивание совы на глобус. Это попытка сейчас полностью исключить партию исламского возрождения из политического поля. Это попытки пояснить на нее все обвинения, попытки обвинить ее во всех грехах. И поскольку это сейчас очень модно, то это попытки обвинить партию исламского возрождения в том, что она якобы так или иначе связана с исламистами и с зарубежными благотворительными фондами. На мой взгляд, ничего на самом деле из того, что нам сейчас, картину, которую нам сейчас пытаются преподнести, никакого отношения с действительностью оно не имеет. Ну, не тот был человек генерал Назарзада, чтобы вот вдруг внезапно поднять мятеж. Я знаком лично с господином Кабери, вот, давно знаком. И, простите, версия о том, что якобы там как-то было причастно ИГИЛ, как-то были причастны другие там зарубежные силы, она у меня вызывает только улыбку. Понятно, что официальный Душанбе сейчас занят реализацией своих задач тактических устранить партию исламского возрождения, не понимая, что на самом деле вот эта временная его победа обернется для всего Таджикистана серьезными проблемами. Как вы считаете, существует ли возможность создания международной комиссии для беспристрастного расследования сентябрьских событий, виновными в которых власть уже успела объявить ПИФ? Может, ООН и ОБСЕ помогут разобраться и выявить виновных? Вы знаете, я считаю, что такая схема, она крайне маловероятна, потому что вот президентский дворец в Таджикистане, он очень хорошо умеет хранить свои тайны. Ну, вы, наверное, помните нашумевшую историю с протоколом заседания по партии исламского возрождения, по-моему, это одиннадцатый год был, да? Вот. Когда, значит, все репрессивные меры, изложенные в данном протоколе, потом выяснилось, что под этим номером был представлен совершенно другой документ. Так, это я к чему говорю? К тому, что международная комиссия может заниматься расследованием год, два, пять лет, десять лет. Достигнет она какого-то результата, не достигнет какого-то результата. Сейчас проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что режим Рахмона сейчас фактически хоронит соглашения 97-го года, соглашения, которые хорошие они были, плохие ли они были, но они обеспечили гражданское согласие и относительно стабильное развитие республики. Сейчас, если все это похоронить, простите, мы что сейчас, страну ставим на грани новой гражданской войны? Или мы ждем, что в Таджикистане начнутся события по типу арабской весны? Вот. И вот, кстати, когда, если эти события начнутся, вот тогда появление исламистов там, которые так или иначе там говорят, что они связаны с исламским государством, вот тогда это будет реальность, реальность может стать реальностью, они придут на готовое. Вот. А Москва будет разводить руками и говорить, ах, как же это внезапно так вдруг все получилось? Поэтому сейчас надо главное усилие сосредоточить на том, чтобы найти, выработать, реализовать механизмы восстановления соглашений 97-го года, в которых партия исламского возрождения Таджикистана была одним из краеугольных камней. По вашему мнению, какой в Таджикистане расклад политических сил? Какое место занимает оппозиция и насколько влиятельна партия исламского возрождения внутри страны? Ну, надо понимать специфику Таджикистана, как, наверное, любого государства на Востоке, она заключается в том, что политические партии там, это не совсем политические партии, я знаю только одну страну, в которой, восточную страну, в которой политические партии являются традиционно классическая схема политическая партия, это Турция, да? Что касается таджикской оппозиции, то здесь зрелище гораздо более печальное. И на самом деле эти партии, вот мне непонятна логика Рахмона в том, что, если мы так откровенно будем говорить, ни одна из этих партий не представляла серьезной конкуренции для него. Ни один из лидеров этих партий не мог вот в одночасье стать альтернативой Рахмону, да? То есть сказать, вот я завтра стану президентом, будет то-то, то-то, то-то. Вот. Ну, нет таких политических лидеров в Таджикистане на сегодняшний день, нет таких политических партий, которые реально там готовы взять в улайн. Это очень большая проблема, ну, это, наверное, проблема всех восточных республик. Поэтому с реальной оппозицией надо работать, реальная оппозиция, она формируется, она должна вовлекаться в процесс управления государством. В противном случае появляется вакуум, а когда появляется вакуум, туда приходят экстремисты. Сейчас в партии Исламского Таджикистана, сейчас мы ее загоним в подполье, сейчас эта партия будет, значит, ее электорат, он ведь никуда не денется, но он будет лишен возможности легального высказывания своего мнения. А когда человек лишен этой возможности, он начинает действовать более радикально. На данный момент часть политического руководства Исламской партии арестована, а часть находится за рубежом. Возможно ли сценарий, при котором власть, обезглавив партию, поставит своих людей и тем самым сохранить свое лицо перед мировой общественностью, в то же время будет иметь очередную послушную карманную партию? Конечно, возможен, потому что, ну давайте говорить, там у нас группа 24, да, покойного Куатова, она представляла из себя совершенно другое, как бы образование, чем партия Исламского Возрождения Таджикистана. Во-первых, начисто устранять партию Исламского Возрождения Таджикистана с политического поля, ну это настолько глупо, что это даже официальный Душанбе понимает. Поэтому, конечно, самый лучший способ сейчас партию обезглавить, полностью поменять руководство, ведь, понимаете, возникает прецедент, убирается партия Исламского Возрождения, значит все, мы можем говорить, что соглашение 97-го года больше не действует. Поэтому более удобный вариант, значит зачистить руководство, поставить там во главе их, поставить своих людей, вот, и, так сказать, соблюсти внешние приличия. Проблема заключается в том, что это новое руководство, оно не будет пользоваться доверием и сторонников этой партии, и вообще в политическом поле Таджикистана. Ну, все же прекрасно будут понимать, что это карманная партия. Поэтому, конечно, власть попытается реализовать такой вариант создания карманной, превращения партии в карманную, вот, но проблемы это не решит на самом деле. Президент Рахмон последние годы все чаще намекает на то, что внешние силы финансируют политические партии Таджикистана. Как вы считаете, какие страны могут быть потенциальными спонсорами оппозиции? Да нет, я на самом деле не думаю, что у политических партий в Таджикистане есть какие-то мощные иностранные спонсоры. Объясню, почему. Потому что интерес к Таджикистану сейчас во внешней среде, я имею в виду, интерес к Таджикистану, он у иностранных игроков несколько ослаб. Значит, ну, понятно, что Иран там занят совершенно своими делами, у него сейчас просто нет ни сил, ни возможности, чтобы реализовывать эту концепцию большого Ирана, где Таджикистан был одной из ключевых частей. У Соединенных Штатов сейчас, понятно, у Соединенных Штатов сейчас проблемы на Ближнем Востоке, и у них проблемы в отношениях с Китаем, им пока, пока там на ближайший год-два Таджикистан так не очень интересен, как точка для приложения геополитических игр. Ну, Россия, ну, что тут говорить, про Россию вы сами все прекрасно понимаете, там не до Таджикистана, мягко говоря. Вот. Поэтому ситуация заключается в следующем. Вот Рахмон и его окружение сейчас поставлены перед, должны решить две задачи. Во-первых, они должны окончательно монополизировать все источники доходов, которые существуют в Таджикистане, чтобы обеспечить свое благополучие и долю власти. Во-вторых, они должны заручиться гарантиями внешними, гарантиями своей несменяемости. Там неважно, кто их даст, потому что, ну, Рахмон, он ведь и не пророссийский, и не прокитайский, и не проамериканский, он сам по себе. Вот. Кто даст гарантии, с тем он и будет работать. И все зависит, дальнейшее развитие политической ситуации зависит от того, насколько оставшиеся партии будут лояльны. Как только Рахмон почувствует, что какая-то партия вышла за рамки, которые ей отведены, рамки эти очень жесткие, очень узкие, вот, ну, тогда мы станем свидетелями нового какого-нибудь мятежа, нового какого-нибудь заговора. Пока будут соблюдать правила приличия, правила игры, установленные президентским дворцом, значит, ну, будет вот такая имитация наличия некой политической жизни. Хотя мы знаем, что клан стремится к монополии, вот, и он не остановится, он и дальше будет стремиться занять максимально монопольное положение, а внешним игрокам он будет продавать себя как единственный источник безопасности, единственный источник стабильности Таджикистана. Он будет рассказывать нам сказки, там, о экспансии талибов, он будет рассказывать нам сказки, там, о появлении исламского государства. Как известно, в договоре 1997 года в качестве гарантов межтаджикского мира выступает не только ООН, но и некоторые страны, в частности, Россия. Так вот, почему Москва пока не высказала свою оценку, хотя представители оппозиции не раз призывали стран-гарантов повлиять на ситуацию? Тут ситуация, в первую очередь, заключается в том, что для власти нет авторитетных экспертов, вот, для российской власти. Если вам кто-то из экспертов скажет, что там вот к нему там прислушиваются, там, какое-то влияние на принятие решений в Кремле, вот, я вам скажу, ну, на 99% это неправда, потому что Кремль не прислушивается к экспертам, Кремль исходит из собственного видения. А собственное видение Кремля сегодня заключается в том, вот в этом порочном совершенно принципе, не надо раскачивать лодку, да? Вот в советское время там мы часто ругали американцев за следование принципу. Вот, да, там какой-то диктатор это сукин сын, но он наш сукин сын. Это вызывало там всеобщее возмущение там у нас. К сожалению, мы сейчас вернулись к той же схеме. Вот мы настолько сами себя напугали там всевозможными цветными революциями. Мы настолько сами себя обманываем в отношении там истинных причин там социальных конфликтов в других странах, недовольства населения властями. Мы настолько верим в то, что все за этим стоят иностранные агенты, что нам хоть, но вот зато он мало того, что он поддерживает стабильность, так он еще и периодически делает нам приятное. Он по телевизору говорит, ну вот, Россия там наш друг, наш союзник там, или даже не по телевизору говорит, сейчас уже даже этого не говорят. Он приезжает в Москву и говорит, да, конечно, вот я вот Россию поддерживаю. Его в Москве спрашивают, а вот как вы смотрите, у нас же новый ЕДФИК сейчас, это создание Евразийского экономического союза. Ну а вот как вы смотрите? Он говорит, ну да, мы подумаем, возможно, мы там подумаем о том, как там поплотнее сотрудничать. Все, для Москвы этого достаточно, чтобы человек стал любимым, хорошим, и чтобы он мог рассчитывать на всевозможные преференции, начиная от военной поддержки до финансовых дотаций. Вот так вот обстоит на самом деле ситуация с нашей политикой вот на постсоветском пространстве. А не в том, что там кто-то слушает или кто-то не слушает каких-то экспертов. Кремлю эксперты не нужны, Кремль у нас самодостаточен. Спасибо большое за интервью. До свидания.